У меня сегодня на кухне сырный суп с фрикадельками для детей. Сырный суп имеет, конечно, несколько разновидностей, но я сегодня предлагаю рецепт несложный. Сырный суп с мягким, таким нежным вкусом, который очень нравится детям. Берем только качественный сыр, который растворяется полностью при варке. И именно этот качественный сыр и придаст вкус супа. Приехали гости с Алжира и вот такой привезли нам сырочек. Вот такой. Их здесь в коробочке 16 штук. Вот описание. И с этого сыра мы сегодня будем варить для детей сырный суп. Вкус этого сыра бесподобно, прям тает во рту. Очень вкусный сырочек. И с чаем. И для супа он очень вкусный. Трем морковной мелкой терке. Нарезаем кубиками лук. Поджариваем отдельно морковь до полуготовности, а лук до золотистой корочки. Берем сливочное масло. Добавляем немножко растительного масла, чтобы масло наше сливочное не пригорало. Готовим фарш. Делим наш лук пополам. Половину фарш, половину оставляем для супа. Взбиваем наше яйцо. И добавляем наш фарш. Солим. Добавляем перчик. И перемешиваем. Делаем вот такие фрикадельки. Ну, кому какие нравятся. Большие, маленькие, средние. У меня кастрюли полтора литра. Видите, вода закипает. Выкладываем туда оставшийся лук, который мы поделили пополам. И морковь. Добавляем соль. И дадим нашу бульону закипеть. Закипел наш бульон, и мы бросаем фрикадельки. И фрикадельки будут кипеть ровно 10 минут. Наши фрикадельки готовы, потому что они всплыли наверх. И теперь мы бросаем туда две картошины целиком. И варим до готовности картофеля. Картошка проварилась 10 минут. И мы высыпаем на ложку вот такой меленькой вермишели. На полтора литра достаточно. Картошка наша сварилась. И мы ее оттуда вытаскиваем. И разминаем вилкой. Вот смотрите, в супе картошка даже не ощущается. И ребенок будет есть с удовольствием. Варился наш суп, добавляем сырок. Нам вот таких вот кубичков достаточно на полтора литра 3-4 штучки. Мы их вот так бросаем. Когда хороший сырок, я даже его буквально бросила. Все, он уже вот видите, как моментально растворяется. Это и есть качественный сыр, который мгновенно растворяется вот в бульоне. Даем покипеть буквально 3-4 минуты вместе с сыром. Суп наш готов. Смотрите, какой красивый, насыщенный. Осталось только добавить специи. Это мы добавляем, если у кого есть укроп свежий. У меня есть вот такой сушеный. Вот, добавляем немножечко укропа. Кто как любит. И зеленый лучок. Ну, какая у кого есть зелень. Наш суп готов. Прокипит сейчас 1-2 минуты зеленью. Мы его выключаем и подаем на стол. Приготовьте такой супчик. Я думаю, что он вам очень понравится. Продолжение следует...